за подсказки баллы снимаете да опять же советская школа все люди с именем ильяс умный мне кажется отец позвонил это намешал кейсбосе с моим участием вас это дело пойдет сильно так чтобы в этой компании ведет идем 2 ассаламу алейкум рахматула у нас друзья все как обычно регион развивается парки цветут а чеченцы отвечают сегодня мы покажем вам очередной выпуск гол бро с опросом жителей нашего региона большая просьба поставить лайк и подписаться на канал и для тех кому понравилась моя футболка приобрести ее вы можете в магазине бумзи ссылку на них я оставлю в описании поехали меня зовут ислам не 20 год и чуть-чуть погромче говоришь что не жена не жена это вакансии открыто если что бауди к германов не 69 лет мама 26 лет или савшама 21 год меня зовут турков на 30 лет меня зовут имам мне 22 мама 22 года дедуан 21 лет турков 20 дни 20 лет было 20 меня зовут пошли мне 20 лет сайт магомеда 24 года на зависит ли ты шотландии пропускаем нет вообще столицу шотландии такс реке век это столица исландии дублин дублин нет глазгу еще есть вариант нет шотландии это входит в англию по моему да но то что я не знаю я не буду гадать вообще на типа это вообще глупо кажется со стороны наверняка сон хазах и рионе горно именно столицы а ламца шотландии даже шотландия ца гора цели не пропускаем не отвечу пропускаем шотландии европе подожди великобряне утро и участие до лондон цели так таланцы там вот на языке у меня ну и как много такс норвегия норвегия мы уверены в подсказке талию на букву и слады эту таз в ладиздадиздок и буква э эдинбург мяк эдинбург эдинбург и шалада молодец но это легко эдинбург а если я не ошибаюсь это эдинбург но если быть поподробнее шотландия она входит великобританию и официальная столица в них лондон чем известен чарльз дарвин дарвин честно я не вспомню сейчас я слышал я знаю сто процентов знаю дарвин время этот как называлась теория дарвина что ли я сейчас не вспомнил теории то что вот обезьяна там туда и сюда и короче типа человек проходит происходит обезьяна короче какой-то этот короче чарльз дарвин это его теория ой чарльз дарвин известен своим учением что человек произошел от обезьяны на самом деле это была великая ошибка достаточно нет правильно да он эволюция эволюция происхождения человека честным он известен теории теорию естественного двора так назывался по моему до теории развития человечества то от обезьян от обезьян да как бы произошли люди теория то что человек пресс эволюционировал из обезьяны короче как бы вот из-за этого из-за такой теории он как бы известен теорию эволюции своей абсурдной теории какое-то что мы произошли от обезьян теория эволюции на гладьтесь теории эволюции ну это все знаете часть дарвин своей теории эволюции я просто буду стоять так сейчас формулирую правильно он сформулировал теорию происхождение человека то есть человек произошел от обезьяны в какой стране самая большая численность населения в индии сколько за полтора миллиона за полтора точно если не 2 миллиарда точнее точно не знаю но знаю что она обогнала китай нет серьезно китай китай в какой стране в китае примерно сколько знаешь там 2 миллиарда кажется самое большое население стране китая сколько примерно знаешь примерно полтора миллиарда китай а примерно сколько знаете более около полу то более полу то миллиардом у меня будут подписчики инстаграме в этом возрасте если я там ленюсь я планирую ватсапе классики мы там зарегистрирован опять такого непонятно не лень так как говорится но мы можем отметить вашу страничку и будут у вас подписчики тогда уже будет мотивация загружать его седа китай примерно сколько знаешь чуть больше полтора миллиарда рублей рублей людей давай долларом доллара в китае примерно полтора миллиарда в китае примерно сколько знаешь по моему последний раз когда я слушал миллиард 200 тысяч блин это люди за которого нас посадили на карантин китай 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 сколько примерно знаете полтора миллиарда бог царь в китае китай сколько примерно 2 с половиной миллиарда не знаю дальше самое большое население в мире если я не ошибаюсь это китай потому что так один миллиард где-то 900 тысяч 900 миллионов или 900 тысяч точно знаю знаю что по числу количества населения китай занимает первое место в мире назовите самый большой океан атлантический тихий хотите сначала ответите норвегия правильно тихий тихий уверен несколько но можно рискнуть атлантический лети хиля атлантический места хорошо да пусть будет тихий тихий уверен атлантический szyk эта или 1 никаких этих этих их их до keep you Тихий. 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 Тихий, да? Наша команда уже несколько лет занимается фото и видео услугами. И мы готовы использовать весь накопленный нами опыт при создании контента для вас. Это как свадьбы, так и рекламные ролики. Так что, если вам нужен качественный контент, просто напишите мне в Instagram. It's ok? Yeah. It's ok. Самый легкий вопрос. Все сразу отвечают. Спасибо. Как расшифровывается аббревиатура ОГЭ? ОГЭ? Просто ОГЭ? ОГЭ. Три буквы. Это экзамен, который сейчас... ОГЭ. Однозначно ОГЭ. ОГЭ. Государственные экзамены... Государственные экзамены... Школьнику 9... После 9 классов. Да. Как... Обязательный государственный экзамен. Обязательный государственный экзамен? Да? Нет. Общественные маяцы. Я, честно говоря, не продал этому значение. Потому что я не люблю эту систему образования нынешнюю. Поэтому эту букву тоже, может быть, я неправильно переведу. Но образовываю из экзаменов 9 классов. Школьнику. Государственные экзамены, АО. Когда я учился в 9 классе, его не было. Поэтому общий, наверное. Государственные экзамены. Общий. Так. По-любому не общий государственный экзамен. Объединенный государственный экзамен. Близко. Общий государственный... Не-не. Судя. Государственный экзамен. Если у вас огонь точно, АО это... Карина. ОГЭ. Ну, Гэ это государственный, АО это что-то там. Да. Норвегия. Вот так поворачивайся. Норвегия. Ой, какой ты умный. ОГЭ. Просто ОГЭ. Честно говоря, только первый слышал. Буквально на днях об этом с племянником говорил. Как будто на зло забыл сейчас. Единый государственный экзамен. ОГЭ. Это... Узнают в девятом классе, по-моему, да? Да. По-моему, это что-то связано с тестированием. Да. Общий государственный экзамен? Только не общий. О по-другому расшифровывается. Честно, не могу сказать. Нет, не знаю. Не общий, нет? Все-таки. Ладно, пропускаем. ОГЭ? Девятиклассники, ждал их шаги. Вообще дела нет. Не знаю. Нет. Девятиклассники. Официальные, не знаю, какие еще. Когда мы знали, я был, да? Да. Государственная итоговая аттестация была у нас. ОГЭ это... Что может быть аналогичной должно быть? Государственный экзамен какой-то... Государственный, но какой? Это... Государственный экзамен, но... О, это... Когда я учился, этого не было просто в девятом классе. Сейчас вот задать вопрос, я не буду отвечать, потому что я не знаю. Хорошо. ОГЭ? Да. Основной государственный экзамен. Назови официальный язык Австрии. Австрийский. Там, насколько я знаю, там два языка. И в некоторых районах там фламандский еще. Те места, где она граничится с Германией, если я не ошибаюсь. Если я не путаю, там и немецкий, и австрийский. Австрия. Тоже Австрия, Европа. Да, английский. Официальный язык Австрии немецкий. Немецкий, мы бац. Будем немецкий? Будем? Они, по-моему, однородные там. Немецкий. Ну, если австрийский существует, то, может быть, австрийский. Но так на немецком они говорят. Австрия. И вы, совалял? Австрия, верно. Там, вроде... Немецкий, борись. Что, они на немецком говорят? Правильно. По-моему, это... Немецкий язык, я не ошибаюсь. Немецкий, наверное. Немецкий? Немецкий. Как Стамбул назывался до 1930 года? Так, до 1930 года. Там в 30-е поменяли, да? То есть до этого... Раньше как его называли? Сейчас он... Сейчас он Стамбул. А как его раньше называли? Нет, Истамбул. Еще? Истамбул? 19-го года. Нет, Истамбул это на турецком. Стамбул называли до какого года? До 1930 года. Стамбул я царю всегда. Нет? Стамбул я. Вроде Стамбул. Насколько я знаю, это всегда Стамбул. Всегда Стамбул. Да. Не поймали мы тебя, да? К счастью. Ну, я не знаю. Нет? Нет. Первый буквально. Первый букв. Буква К. К. Константинополь. Да? Это Буква К. Константинонополь. Это тяжелое слово. Константинонополь, да? Я сам сказал. Это, кстати, Константинополь там... Не знаю. Сразу скажу, не знаю. Нет. Да. Константинополь. Ответь ты, брат. Константинополь. В честь кого назвали? В честь Константина. Назови имя и отчество Гоголя. Михаил Юрьевич Лермонтов, Алия Гоголь. Гоголь – это имя, да, скорее всего? Срезы пропускаю. Не будем дать время терять. Михаил Юрьевич Гоголь? Нет, Лермонтов. Гоголь, Гоголь, Гоголь. Знаешь? Нет. А, Гоголь. А я знал, я кино смотрел, но я забыл. Саша Петров, что ли? Саша Петров. Это… Ну, актера звали Саша Петров. Да, я не знаю Гоголь. Нет? Нет. Горький Максиму. Мертвый души, а что я? Нет, пропускаю. Так, очень много произведений его читал, но вот имя и отчество забыл. Да. Надо гуглить здесь. Без гугля. Гогол. Не вспомню. Не знаю. Я вообще ничего не знаю. Я был в спячке лет 15, как Капитан Америка. Меня только что разморозили. Все изменилось, да? Николай. 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 Забыл. Он же почти мой ровесник. Я его сразу называл. Николай Васильевич Маша. Николай. А? У! Николай Васильевич. Серьезно? Да, да. Ты посмотри, как они оттуда эти... Вот советская школа. Да. Я давно его не читал. Давно уже не читал вообще. Нет, Николай. Вот здесь. Это Николай. 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 Наверное, там перепутал Васильевич. Николай Гоголь. Васильевич, может, кстати? Да, Николай Васильевич. А первая аберратория была Н. Николай? Николай. Николай Васильевич. Так. Назад флешбек русскую литературу. Николай Васильевич Гоголь? Что означает чеченское слово цхогл в переводе на русский? Ты давай в переводе бежим. Цхогл? Цхогл. Так мы не слышим вопросов. Цхогл. Чё значит? А, блин, я знал это. Цхогл. Это не животное, случайно? Птица, по-моему. Животное, но не птица. Не птица. Цхогл. Цхогл. Нет, птичка. Птица? Какая? Дятел. Уверены? Нет. Который бьет по дереву. Нет, нет. Дятел. Дятел, да. Нет, нет, нет. И моя цхогл есть. Я, честно говоря, не знаю. Вообще, сбоку кушеровано. А, я не знаю. Дальше. Ты дятел, думаю. Нет, я дятел, думаю. Попробуй. Цхогл, хуй лис. Цхогл, хуй лис. Лиса. Воробей. А, птица. Нет, нет, цхогл, извиняюсь. Цхогл это лиса, лисица. Правильно. Цхогл. Цхогл это пагал, это заяц. Цхогл это лиса. 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 Лис фогл, лиса. Я не знал, лиса. Цхогл это лиса. Лиса. Уверен? Да. Точно ли? Цхогл? Да, лиса. Правильно. Вот отец у них. Автором каких популярных произведений является Анна Каренина? Анна Каренина, такс. Такс. Автором, то есть? Не персонажем, да? Автором. Автором, да. Нет, не знаю. Нет? Нет. Сразу пропускаем. Анна Каренина. Какие произведения популярные она написала? Не знаю. Я книги мало читаю. Мало? Не знаешь? Не знаю. Анна Каренина, нет. Она герой произведения. Но она, по-моему, не писатель. Это персонаж, в смысле, само произведение называется Анна Каренина. Честно, кто написал, я не помню. Поэтому она не может быть автором никаких произведений. Ничего не написала. Уверен? Да. Она персонаж, наоборот. Персонаж чего? Это персонаж из книги. Толстого Анна Каренина. Да. А, и под поезд бросилась? Да, да, да. Онегин. Вы видите, название? Письмо. О, мертвые души. Нет, нет, нет. Письмо Татьяне, Моя Церца. Что? Онегин, вроде, писатель. Это персонаж Онегина, вроде. Так она же... Какие произведения она написала? Не, она же сама. Сама что? Ну, в жанре, в этом. Литература, она как персонаж. Персонаж чего? Романа. Какого? Ну, что вы по литературе сошлись, ну, блин. Так. Не, нафиг литературу. Не вспомню. Это вообще роман Толстого. Толстого ли? Да, Толстого. По-моему, Толстого. Да? Она героиня. Чего? Кажется, произведение Анны Каренина так и называется. Кажется, она под поезд кинулась. Единственный факт, который мы знаем. Анна Каренина – это выдуманный персонаж. Как раз-таки о ней написал книгу, если я не ошибаюсь, Тургенев. Книга есть как персонаж, но не Тургенев. Достоевский? Нет. Блин, кто же это был? Я знаю, что как бы у него такие очень пронзительные романы. Это еще, по-моему, она там на рельсах умирает. Достаточно очень пронзительная книга я читал. Но автора забыл. Это не Лев Толстой? Правильно. Кто является основателем Москвы? Ты же знаешь, что... Москвы? Ее 800 лет – это я знаю. Но кто ее основатель? Точно не уверен. Юрий. Гагарин. Кутузов? Как ты сразу так угадал? Ну, там я помню, короче, прикол был, да? Типа, ну, Кутузов, вся Москва говорит? Кутузов, в общем. Те же? Нет. Так, Питер – это Петр Первый, Москва, Москва, Москва. Собянин, алтсадиза. Блин. Не князь Долгорукий, нет? Нет. Правильно. Правильно? Открыл, да? Он просто меня... Вот до сколько осталось далеко в памяти. Юрий Долгорукий. Юрий Долгорукий? Петр Первый? Нет. Нет? Так, основателем. Юрий Долгорукий, да, по-моему. Да, Долгорукий, Юрий. Юрий Долгорукий. Долгорукий. Юрий Долгорукий, по-моему. Так, если я не ошибаюсь, впервые в Москву заложил Юрий Долгорукий. Вот, но уже как бы такой столичный вот формат, да, когда после монголо-татарского ига все вот эти разрозненные княжества объединил их, и вот этот столичный статус дал ему... Собянин. Нет, Дмитрий Донской. А где расположена гора Арарат? Армения, если я не ошибаюсь. Или? Или нет. Хорошо. А в Грузии? Близко. Арарат. Ну а почему-то Армения до Герсу он сразу? Близко. Армения? Нет. Его не слышал, неправильно. Эй, думал я брата, короче. Ауаи. Страна в Азербайджане, что ли? Нет. Нет. Это самое главное дело. Армения, у вас есть. Угу, он царат, то есть с кем граничит, я не знаю. Нет, я честно пропускаю. Так, Арарат. Не Грузия? Нет. Но близко. Но близко. Это где-то вот рядом с Грузией. Что у нас? Что граничит с Грузией? Гарарарат. Не знаю, где-то в Армении, что ли? Близко. Турция? Ну не в Турции, нет. В Турции? Да. Ты знаешь, что-то... Мы Арарат связаны с Арменией, поэтому он зациклился на этом. Возможно. Да, на территории Турции. Ну логично. Если не в Армении, то Армения, это неправильный ответ, да? Когда Турция? В Турции. Ну я думал Армении до этого. Короче, на территории Турции и Армении, по-моему. То есть это как бы еще спорный вопрос. Каждый считает, что это на его территории. Да, да, да. Но все-таки еще, по-моему, не определились этим. Ну да, в официальных сводках все-таки говорится, что Турция. Да, да, да. Думаю, это знаю. Ну тут споры, во-первых. Ну мы тогда знаем, что она, на Турции вроде как. Но официально в Турции, да. Но армяне с этим не согласны были. Так все-таки где? Ну официально давайте Турцию ответим. Арарат расположен... Если я не ошибаюсь, сейчас эта территория... Сейчас эта территория входит в состав Турции. В Турции? Что, прям в Турции? Прям в Турции. В Турции. Кто такой орнитолог? Орнитолог? Арни, я знаю, это Шварценеггер. Орнитолог. Железооборудование. Вообще наука такая, орнитология есть. Что они изучают? Что изучает наука орнитология? Не знаю. Давайте там по-английскому пройдемся тогда, наверное, да? Орнитолог. Не знаю. Орнитолог. Пропускаем. Пропускаем. Это просто для того, чтобы время зря не терять. Поэтому сразу. Это я не знаю. Уходим. Пропускаем. Не сто процентов пропускаем. Не, ну это просто... Вообще не знаю. Давайте хором пропускаем. Пропускаем. Орнитолог? Своими словами можно? Да, конечно. Не знаю. Орнитолог это... Орнитолог. По птицам, по-моему. Товарищи. Хорошо. Птица. Сейчас все нам будут говорить, что мы вам подсказали. Не в коем случае. Долго, моя часть не позволяет подсказкой служить. Ученый, который занимается изучением птиц. Ученый, который изучает птиц. Орнитолог это человек, который изучает жизнь и поведение птиц. Орнитолог, кто такой хижа? Чем он занимается? По птицам. По птицам. Да, по птицам занимается. Спасибо, хижа. Ну, судя по тому, как мне подсказали, изучает птиц, как бы. Чтение какой суры в пятницу является сумной? от это я это не стыдно аль курси может свои варианты скажешь скажи хотя бы тогда я не знаю просто ответа сала знаешь голос давай это я недавно тоже узнал когда намаз приложению постоянно пятится оповещению и решили пещера я знаю то что пещера потому что каждый каждую пятницу на телефон приходит уведомление прочитай прикинь сколько порт от этих приложений не один такой как пещера 18 маша на молодец пещера ясен и как пещера пятницу ясен в четверг пещера еще уверен сейчас подписчики пойдут пойдут обязательно по себе просто соблюдать социальную дистанцию учитесь не болейте всем сам передаю салам гана вот последние вопросы знать а дальше я думаю это для путешественников важный вопрос или историка а последнее это ли важно для всех я думаю изучайте религию там и вопросы тоже салам до дар за индик ващи цанова урбов шарна следующий раз как-нибудь массу совой шарга и лишь у нас есть чем говорится значит уровень яхали из 3 помощи например он хрен саханер он был хорошая и геруши не кстати я первый штурмградном съел и видел эту шу долга этот одна земле я сидел на спорте первой войны иначе смотрел телевизор в палатке в городке я жил знаменки три года и там смотрел нас и завидовал начали нашим братьям душам они наш новый год встречали своем городе одеты и красивые все 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 это мы достигли в первую очередь всем знакомым ассаламу алейкум мама папа вот именно вот эта программа она новой нишки часов как-то тебя сподвигает на то чтобы ты в религии хоть что-то ты начал изучать да и плюс еще столице хоть где-то пригодилась на география хотя бы тут ответить вот так что развиваетесь занимайтесь собой и занимать именно религией за самые важные самые важные знания это изучение религии остальное так сказать не очень важно но знать желательно ты у нас не первый раз уже участвовать да ты был в третьем выпуске вроде бы к жизнь как-нибудь изменилась после выпуска но достаточно можно сказать сделал очень крутой вираж есть и хорошие положительные стоны очень много есть и отрицательные потерял одного из родителей до рейс перешел работать в информагентство примерно такие изменения узнавали тебя да было дело узнают люди как бы в специфике своей работы и вообще люди подходят узнают спрашивают где что как я свою очередь говорю чтобы они на вас подписывались именно туда трудом народа и нашего руководства вот эту красоту теперь нам завидуют я этим горжусь вот так должны гордить наши молодые люди значит своей республикой так и себя представлять за территорией республики и здесь как здесь аккуратно а очень вежливые воспитанными точно так же надо вести том же пятигорске том железноводске пассивного кавказа москве чтобы значение которое поднялось до удано достаточного из террориста мы проектировать нормальных закон людей да я хочу пожелать желание удачи канала потому что все ваши ролики смотрю реально годный канал комментарии ты писал я просто лайки ставлю но я все ваши ролики смотрю куда я думал все сказал бы для всех чтобы чтобы брали больше чем нужно но все же меньше чем хотелось бы отдавали меньше нет меньше чем хотелось бы и больше чем нужно мне бы хотелось пожелать в первую очередь вам процветания чтобы у вас все больше и больше и больше подписчиков было потому что вы полезным делом занимаетесь в первую очередь я вам желаю развития первое второе я желаю всем мусульманам мирного неба над головой хотелось бы выразить свое сочувствие сочувствие народу либо на связи с последними событиями также хочу пожелать огромный салам передать ибрагиму махараеву в германию и всем спортсменам чеченской республики республики ингушетия хочу пожелать удачи вам во первых передать всем кто смотрит большое саламу алейкум всем вот что во франции наш могут показывать стойкость будет порядок против наркомании там все такое и что и у нас исключительно шикарная молодежь я горжусь что я течен и что мы вот такие вот молодые ребята тут за нами значит наше дело не пропадет как я говорил не знаю даже что сказать нужно читать тут не позориться как я ну и подписывайтесь на канал gopro дари добро напомню что у нас есть телеграм-канал где мы публикуем вопросы с вариантами ответов где вы можете проверить свои знания и найти много полезной информации также не забывайте поставить лайк и подписаться на канал ассаламу алейкум ассаламу алейкум